Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы разбираем события, которые случились на финансовых рынках в ходе минувшей торговой сессии. И, безусловно, говорим о том, что интересного нам заготовил день грядущий, который, в принципе, уже азиатская сессия, можно сказать, завершена. Соответственно, мы ждем Европу, ждем США и ждем в целом сегодня два основных отчета, на которые и обратим внимание. Во-первых, это запасы по нефти и нефтепродуктов США в 17.30, традиционный отчет для среды. Очень важный релиз для того, что произойдет с нефтью. Если нефтянка, опять же, в отчисле ваших спекулятивных идей и инструмент, который вы торгуете, то имейте в виду, что волатильность, возможно, будет выше, чем, опять же, средний уровень, который был показан по этому показателю за последние дни. И также сегодня в 0 часов 00 минут, можно сказать, даже в переходе со среды на четверг, Резервный банк Новой Зеландии пересматривает процентные ставки, безусловно, как и изначально. Отмечалось, сейчас нет никаких оснований, чтобы ставки менялись. Мы это видим по ожиданиям, понимаем, что участники рынка, скорее всего, если бы нашли доводы для изменения денежно-кредитного курса, уже давно бы разложили это в цену и, разумеется, готовились к конкретным изменениям основных параметров денежно-кредитной политики. Даже по прогнозам экспертов никаких корректив не произойдет. Я думаю, что даже в перспективе, возможно, 2019 года тоже ставки могут и не измениться. Но в отношении Резервного банка Новой Зеландии и Резервного банка Австралии нам важно сейчас понять, готовы ли и первый, и второй регуляторы, готовы ли они в целом начать постепенно отказываться от ультрамягкой экономической политики, которая проводится в последнее время. По Резервному банку Новой Зеландии, ну и, разумеется, по новозеландцу, на которой мы делаем сейчас ставку в плане роста, я позволил себе сделать предположение еще несколько недель назад о том, что уже есть вот этот фундамент, он может быть еще довольно шаткий для того, чтобы выстраивать, опять же, торговую идею, которая связана с именно последующим повышением процентной ставки. Но я все же рискнул, поэтому предложил вам сделку покупки новозеландца против доллара, тем более, что мы находились тогда вблизи довольно важного, очень мощного уровня поддержки 68,20-68,30, в диапазоне 10 пунктов, отчетливо виден этот уровень. Вчера буквально снова тестировали эту планку, я предлагал еще раз тем, кто не проявил активность ранее, сделать это сейчас и тоже допустить, что Резервный банк Новой Зеландии будет первым среди регуляторов в океане, который поддержит позицию того же самого Федеризера и начнет скоро ужесточать монетарную политику. Поэтому покупки, они в принципе, если вы посмотрите даже на те уровни, которые находятся, которые сейчас мы видим в паре новозеландца против доллара, убедитесь в том, что действительно очередной импульс последовал. От этого уровня мы отбились и сейчас находимся в символичном, но все-таки в плюсе. Я жду как минимум 0,70 по паре новозеландец против доллара и уверен, что эту цель мы с вами сделаем в ближайшие месяца-полтора. Что касается еще событий, на которые можно будет обратить внимание, если будет возможность, я рекомендую еще последить за комментариями руководства Резервного банка Новой Зеландии. Это комментарий, который будет сделан в ходе пресс-конференции, она правда состоится через час после того, как пересмотреть ставки, то есть в час ровно по московскому времени. У кого есть возможность, последите. Уверен то, что даже если по факту ставки каких-то мощных движений не будет, то уже отвечая на вопросы тех, кто следит за тем, что сейчас делает Резервный банк Новой Зеландии, и, разумеется, движения будут, и предполагаем, и будем надеяться, что эти движения приведут новозеландца еще выше текущих значений. Ну а теперь давайте по порядку составных инструментов. Собственно, нефтянка. Постепенно мы видим, как нефть движется в районе 75 долларов за баррель. Если оценивать новостной фон фундамент, то можно сказать, что трейдеры отыгрывают решение США ввести финансовые и экономические санкции против Ирана. Это решение распоряжения было принято еще в понедельник. Соответственно, еще позавчера мы допускали то, что это событие может стать катализатором. Мы говорили о последствиях, опять же, для рынка. Мы говорили о том, что это всего лишь финансовые и экономические санкции, еще не нефтяные. Но почему именно вчера это событие снова стало интересным? Да потому что в ходе своего выступления, правда, точно сейчас не скажу, в каком формате оно проходило, но Трамп отметил, что Соединенные Штаты Америки будут дальше проводить такую санкционную жесткую позицию в отношении Ирана. Финансовые санкции это только лишь начало. Основный удар будет нанесен 4 ноября, когда вступят в силу нефтяные санкции. Ну и снова он сделал выпад в сторону тех, кто продолжает работать с Ираном. Не имеет значения, друзья, по каким вопросам, просто сотрудничает с Ираном в плане, скажем, странового такого масштаба, либо по отдельно взятым компаниям и корпорациям. Поэтому Трамп позволил себе сделать заявление о том, что странам уже сейчас и компаниям нужно выбирать, с кем они в принципе хотят работать. И если, в конце концов, они будут продолжать работать с Ираном, то они не будут работать с Соединенными Штатами Америки. Как на это отреагировали на рынке? Ну, конечно же, опасения и паника того, что США все же добьются своего и, соответственно, полностью изолируют иранский рынок от сырья и, собственно, капиталов. Друзья, если мы говорим про рынок нефти, я думаю, что все-таки это событие будет для нас более-менее интересно только после вступления в силу нефтильных санкций. То есть после 4 ноября, потому что тогда нужно будет еще посмотреть, насколько сработали угрозы США, действительно ли иранскую нефть более никто не будет покупать. Но я хочу отметить, что будут ее покупать, потому что вы наверняка обратили внимание, ну, может быть, даже кто-то и нашел эту информацию, если нет, мы сейчас в любом случае о ней поговорим, то, что буквально вчера Соединенные Штаты Америки расширили список, опять же, товаров, в отношении которых действуют новые пошлины, китайских товаров. Ошлины уже в 25%, и речь идет о товарах в общем долларовом эквиваленте в 16 миллиардов долларов. Я думаю, что это все же ответ на то, что Китай уже не только явно продемонстрировал открыто намерение того, что будет и дальше верен ядерному соглашению, и, соответственно, не будет отказываться от покупок иранской нефти, и более того, учитывая, насколько сейчас напряженные отношения с США, может оказаться так, что в какой-то мере, скажем, импорт нефти на территорию Поднебесной будет переориентирован с Соединенных Штатов Америки. Ну, вы знаете, что в США довольно внушительный объем закупаются именно на иранский рынок. Это очень сильно разозлило Трампа и стало причиной снова роста вот этих ограничений, возведения новых барьеров, которые являются сейчас своего рода языком переговоров, этих важных, спорных и очень волатильных для рынка событий. Поэтому, возвращаясь все-таки к санкциям против Ирана, я уже сейчас говорю, друзья, не нужно переоценивать этот фундамент, не нужно говорить о том, что вместе с Ираном, если, скажем, полностью будут ограниченные поставки, рынок окажется просто в пропасти, нехватки предложений. Этого не будет, потому что о намерениях ряда стран работать с проблемой нехватки сырья, мы уже знаем. У нас есть конкретные, собственно, цифры. Даже если производство нефти в Иране просядет до максимума по негативному сценарию, то есть экспорт нефти на 500-600 тысяч баррелей, я хочу прям контрмерами крыть вот эту нехватку тем, что у нас наблюдается по росту производства сейчас в рамках ОПЕК. Показатель добычи месяц назад был зафиксирован на отметке 32,66, соответственно, в ближайшие месяцы по намерениям стран ОПЕК производство совокупно будет увеличено на, скажем, объем на цифру свыше 33 миллионов, то есть, соответственно, еще несколько сотен тысяч баррелей точно будет добыто. Россия увеличила добычу только в прошлом месяце на 150 тысяч, и еще мы знаем о планах, со ссылкой на комментарий Александра Новака поднять добычу на 300 тысяч. Только одна Россия, в принципе, частично перекрывает реализацию самого негативного сценария по нехватке поставок и недостаточных поставок нефти со стороны Ирана. Вчера вышел доклад от Администрации аналитической информации. Я делаю на него акцент сейчас, почему, потому что по цифрам мы получили ровно то, на что и рассчитывали, то, что и ожидали. Это планы по еще большему наращиванию производства. По версии Администрации аналитической информации в следующем году производство нефти вырастет больше, чем на 1 миллион баррелей. Соответственно, совокупные показатели добычи до снижения 12 миллионов, и штаты станут ведущим производителем нефти в мире. Поэтому, друзья, элементарная математика заранее позволяет нам оставаться медведями, если еще и добавим риски для глобального экономического роста и, соответственно, риски для будущего спроса на нефть, тогда здесь картины и вовсе вырисовываются долгосрочные медвежие. Кстати, Администрация аналитической информации вчера также опубликовала и прогноз по спросу на нефть, пересмотрев его с понижением на 60 тысяч баррелей. Вот вам еще одно доказательство того, что мировая экономика в целом будет характеризоваться куда меньшими скромными аппетитами на сырье, чем можно было предполагать ранее. И если ситуация вокруг Китая все же уйдет в это затяжное пике и перерастет в полноценную торговую войну США, тогда темпы мирового экономического восстановления просядут больше, чем на 0,5% и рынок нефти в целом, так же, как и рынок всех прочих сырьевых активов, ждет не самое лучшее будущее. Рубль 63,50 тоже небольшой здесь потенциал хода, ну точнее потенциал укрепления рубля небольшой. Что касается ослабления, то мы здесь практически не видим и границ, потому что цель 64,65, но по мере снижения цены на нефть и усиления санкционного давления со стороны Запада, конечно же, рубль придется еще тяжелее. Евро против доллара, как мы говорили о минимальных уровнях, которые были зафиксированы еще в понедельник на отметке 1,15-1,29, так мы, собственно, продолжаем обозначать, что ниже пока котировки не спустились. Временно инициатива перешла к покупателям, сработал и технический барьер вот как раз на вот этой планке, он неоднократно разворачивал действительно уже продавцов, то есть на рынке начинали доминировать покупатели, то же самое произошло на текущий момент. Однако, несмотря даже на вроде бы как бодрость евро, я все же настойчиво рекомендую вам и советую не отказываться в коротких позициях, потому что у нас аргументы прежние, и эти прежние аргументы, они довольно мощные. Это слабая статистика, это неопределенность, неясность отношений между ЕС и США, ну и, конечно же, контраст монетарных политик, я специально, скажем, в качестве причины обозначил контраст монетарных политик слабости евро, потому что сейчас не хочется уходить снова в статистику по Штатам, мы это сделаем, когда будем говорить непосредственно о долларе. Но я думаю, что эти аргументы для вас понятны и очевидны. По европейской статистике мы разбирали уже ироничные продажи пятницы и говорили о серьезнейшем спаде промышленного сектора Германии, то есть ведущая локомотив всего валютного блока сейчас очень сильно сбавила по оборотам своей промышленности. Это очень плохо, друзья, потому что на Германию приходился практически экспорт больше, чем в 1 триллион долларов, и сейчас, оценивая именно состояние промышленного сектора, мы можем лишь, если были бы, скажем, привзято заинтересованы в улучшении экономических перспектив, нам оставалось бы только хвататься за голову и, в принципе, констатировать страшные времена, в которых уже существует немецкая экономика. И это еще в тот момент, когда мы только обсуждаем возможность наступления мирового экономического кризиса из-за начала торговой войны. То есть по евро статистика, я думаю и уверен, что никто из вас уже не пытается непонятным образом рассмотреть где-то позитив, его как такового нету и даже не нужно с этим спорить. По отношению США и Европейского Союза пока у нас период неопределенности как минимум до середины сентября, именно тогда переговоры возобновятся. По контрасту в политику уже, я думаю, вам все понятно, поэтому по евро снова в приоритете короткие позиции. И я думаю, что мы дотащим все-таки вместе, совместными усилиями этот тандем активов к поддержке 1,15. Доллар и японская иена, здесь сразу хочу отметить причины, из-за которых американец никак не может врываться вперед против японского конкурента. Ну это, во-первых, конечно же санкции против Ирана, потому что позиция штатов, которая остается жесткой, и эта позиция, ну она всем известна, это позиция, которую не разделяют прочие участники, скажем, ядерной сделки, заставляет участников рынка вообще опасаться за то, что США действительно утратили чувство реальности. И второй момент, из-за которого доллар сейчас вынужден все же считаться с авторитетом более, скажем, лучше, имеющий больше шансов на рост японской валюты, исходя из своих защитных свойств, это, конечно же, решение администрации американского президента, о котором я говорил, ввести дополнительные 25-процентные пошлины на перечень китайских товаров в 16 миллиардов долларов, мы уже поговорили о том, с чем могло быть это связано. Но, конечно же, друзья, такой новостной фон явно не создает какие-то преимущества для доллара, особенно в контексте и в конкуренции с иеной. И трейдеры возвращаются к привычным страхам, которые, как правило, лучше всего пересиживаются в защиту, во франке и японской валюте. Пока новостной фон не изменится, пока у нас не появится снова позитив, который должен быть посвящен теме торговых отношений США и Китая, мы не сможем снова добраться до планки 113 по паре доллара и японской иены. Но когда улучшение новостного фона произойдет, тогда мы получим необходимый драйвер, который усилит еще ожидания участников рынка в том, что Федрезерву будет и дальше предан политике высоких процентных ставок, особенно на фоне последних макроэкономических отчетов. Фунт против доллара 1.2955. Ждем пару в районе 1.25. Да, это забег снова на длинную дистанцию. Но новостной фон, сложившийся, он позволяет только лишь продавать сейчас британца. Снова повторяю, что с некоторых пор, буквально с прошлой пятницы, все, кто спекулирует британцам, отслеживая фундаменты, говорят о том, что Англия не избежает жесткой процедуры Брэкзита. По крайней мере, именно об этом говорило руководство в лице Карни, руководство Банка Англии, ну и также, собственно, еще несколько чиновников, которые имеют непосредственный доступ к первоисточнику информации с отсылкой на участников делегации, собственно, со стороны Великобритании в этом процессе Брэкзита. Поэтому тоже я считаю, что не будем сейчас плыть против течения, ставим на потенциал слабости и этого актива, ну и, разумеется, ждем британца гораздо ниже текущих значений. По австралийцу, как назло, друзья, в очередной раз мы отбились там чуть выше планки 0,7350 и сейчас выше 0,74. Кстати, несколько часов назад завершилось выступление председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, и в целом он снова говорил о важности для экономики, сохранения мягкой экономической политики, отметив то, что ставки, ну, по крайней мере, в перспективе ближайшего, скорее всего, года повышены не будут. Вы можете заметить то, что вот как раз последняя реакция, она предполагает, что трейдеры все же, скажем, скептически отнеслись к подобного рода заявлениям, не нашли основания для роста уже австралийцы, начинают его понемногу продавать. Но мы видели похожую реакцию, точнее, наблюдаемую на протяжении последних трех-четырех недель. То есть австралийцы ходят там в диапазоне 0,75, точнее 0,7350, 0,7450. И вот зажато в этом коридоре каких-то жалких стапунтов. Соответственно, выход из него должен произойти. Чем дольше в этом коридоре мы находимся, тем более мощным будет последующий импульс. Я предлагаю, друзья, вам, если уж вы не верите в то, как негативно должна повлиять мягкая экономическая политика на курс австралийцы, то, по крайней мере, поверьте в то, что доллар по-прежнему оказывает давление и будет оказывать давление на рисковые инструменты. Да, против защитных оппонентов ему сейчас тяжело, потому что у них защитные качества получше. Но рисковые активы сливают по факту любой напряженности. Поэтому по австралийцу цель у нас остается прежняя 0,73. А вот что касается новозеландцев против доллара 0,6750, мы понемногу восстанавливаемся. Я надеюсь, что завтра, в момент брифинга, когда мы будем подводить итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии, и уже говорить о том, какая позиция будет обозначена Резервным банком Новой Зеландии, по факту прошедшей пресс-конференции, у нас параллельно будет еще и возможность констатировать рост новозеландцев. Поэтому, друзья, сохраняем длинные позиции и, как уже было отмечено по новозеландцу против доллара, ждем цель 0,70. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам прибыли торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. И, собственно, под закрытие недели у нас как раз сливки макроэкономические. Это данные по инфляции штатам и данные по рынку труда Канады. Вот эти отчеты мы с вами рассмотрим с куда большим интересом, потому что торгуем что долларом, что канадцем. И я думаю, что эти отчеты убедят нас и упрощат нашу веру в то, что мы все правильно делаем. И, собственно, покупая, как бы это парадоксально не звучало, но и, собственно, американца против рисковых активов и канадца. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. До завтра. Всего доброго. До свидания.